Всем привет, друзья! Меня зовут Рома, а вы на канале Медблог. И в этом видео мы обсудим, что необходимо купить начинающему хирургу. Ну что ж, поехали! Друзья, а перед тем, как мы начнем, я советую вам обязательно подписаться на канал Медблог и поставить лайк этому видео. Это поможет вам не пропустить следующие выпуски, что в совокупности поможет вам грамотно и качественно следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких. Итак, мы начинаем. Для стабильного и качественного прогресса в хирургии необходимо тренировать свои хирургические навыки. Чем больше тренировок, тем быстрее и качественнее будет прогресс. Эффективность тренировок также зависит от их содержания. Необходимо тренировать базовые хирургические навыки, необходимо тренировать мануальные навыки, а также заниматься тренировкой узкоспециализированных навыков, необходимые конкретно для вашей специальности. К базовым хирургическим навыкам мы относим умение обращаться с пинцетом и иглодержателем, умение выполнять хирургические швы, умение завязывать хирургические узлы. Мануальные навыки сводятся к повышению уровня моторики и чувствительности рук, что обеспечивает более эффективное выполнение хирургических манипуляций. Узкоспециализированные тренировки хирургии сводятся к, например, тренировке лапароскопической хирургии или к тренировке микрохирургии. Стоит отметить, что стать хорошим хирургом это не только долго и тяжело, но вместе с этим еще и дорого, поскольку каждому начинающему хирургу для успешного прогресса в хирургии лучше всего будет обустроить дома свою операционную для качественных и эффективных тренировок. Итак, для того, чтобы прогрессировать в хирургии, необходимо выполнять следующее упражнение и закупить следующее оборудование. Первое. Базовая тренировка мануальных навыков. Чтобы нам осуществить это, нам необходимо купить обычные игрушечные шарики, цена которых несколько долларов на Алиэкспресс. Это базовое упражнение, которое поможет развить нам моторику рук. И сводится оно к следующему. Выполняя это упражнение как в одну сторону по часовой стрелке, так и в другую против часовой, на обе руки мы сможем улучшить навыки моторики на каждой из рук. Особенно это важно для тренировки отстающей, то есть не основной руки. Второе. Нитки для тренировки хирургических узлов. Стоит отметить, что я не рекомендую тренировать хирургические узлы специальными хирургическими нитями. Подойдут обычные нити, которые используются в швейном деле. Обычные швейные нити обладают меньшей прочности, чем хирургические, поэтому легко рвутся. В связи с этим они требуют с собой более деликатного обращения. Научившись обращаться с обычными швейными нитями, вы с легкостью сможете завязывать хирургические узлы в условиях реальной операции. После того, как мы научились завязывать хирургические узлы и развили свои мануальные навыки, нам необходимо приступать к следующему этапу. Это шитье и навыки ушивания ран. Здесь уже и начинаются первые существенные траты в обустройство своей домашней операционной. Нам обязательно необходимо купить иглодержатель, анатомический пинцет, то есть пинцет без зубчиков и шовный материал для тренировки хирургических швов. Не стоит покупать скальпель или хирургические ножницы сразу, на этом можно сэкономить. Для разреза ткани подойдет обычно кухонный или канцелярский нож. Для обрезания ниток подойдут и обычные канцелярские ножницы. Чтобы получить инструменты, можно воспользоваться двумя основными схемами. Первая потяжелее, вторая попроще. Первая схема сводится к тому, что вы можете попросить хирургические инструменты в хирургическом отделении. Обычно они имеются в перевязочном кабинете. Если есть какие-то инструменты, которые собираются утилизировать, могут их подарить вам. Также вы можете попросить инструменты в оперблоке. Действует точно такая же схема. Если вам повезет и будут инструменты, которые хотят выбросить, их могут отдать вам. Вторая схема, конечно же, полегче. Но любую легкость создают, конечно же, деньги. Эти инструменты можно купить самостоятельно. Я рекомендую покупать на Алиэкспресс и не покупать в специализированных магазинах медицинской техники. Поскольку качество инструментов на Алиэкспресс будет нормальным для тренировок дома. Но стоимость будет значимо дешевле. Стоимость иглодержателя на Алиэкспресс начинается от 10 долларов. Стоимость пинцета начинается от 5 долларов. Выберите подходящие себе по размеру и форме инструменты. После того, как мы купили инструменты, нам необходимо ответить на вопрос, на чем же мы будем шить. Для отработки навыков обращения с пинцетом, иглодержателем и нитью. И также тренировки обычных хирургических швов и узлов, например, простой хирургический узел. Подойдет абсолютно все. Начиная от ткани и кухонной губки, заканчивая обычным куском мяса. Для отработки косметических и более тяжелых швов нужны хирургические тренажеры, покупать которые можно на Алиэкспресс. Стоимость хирургических тренажеров на Алиэкспресс начинается от 10 долларов. И в этом случае я хочу поделиться своим небольшим опытом. Стоимость вот этого тренажера, привезенного мне прямо из Китая, как раз чуть больше 10 долларов. Я хочу отметить, что качество этого тренажера не самое лучшее. Тренировать внутрикожные швы на нем практически невозможно, из-за того, что нити всегда прорезываются при затягивании. Поэтому данный хирургический тренажер просто несколько лучше и удобнее обычного куска мяса для отработки базовых хирургических навыков. Второй хирургический тренажер я купил у ребят из Сьючедек и полностью остался доволен качеством этого тренажера. На нем легко тренировать косметические швы и нитки не прорезываются при затягивании, что является очень важным свойством тренажера. Ценник этого тренажера около 2000 российских рублей. Но, исходя из моего опыта, лучше сразу купить хороший тренажер и не тратить деньги на дешевые, низкокачественные тренажеры, которые ничем не лучше обычного куска мяса или кухонной губки. Если вы решили покупать хирургический тренажер, то ссылку на ребят из Сьючедек я оставлю в описании. Следующий этап в нашем пути становления хирурга это специализированные тренировки. Сюда относятся, как мы уже обозначили ранее, лапароскопия и микрохирургия. Стоит отметить, что это самая дорогостоящая часть нашей тренировки. Стоимость лапароскопических инструментов на Алиэкспресс начинается от 100, 120, 130 долларов. В зависимости от качества инструментов и количества инструментов, входящих в хирургический набор. Обычно в набор лапароскопических инструментов входит 4 инструмента. Это ножницы, иглодержатель, зажим и диссектор. Для тренировки базовых лапароскопических навыков, а конкретно завязывания интеркорпоральных узлов, подойдут просто 2 инструмента. Иглодержатель и диссектор, либо зажим. Для тренировки более сложных навыков лапароскопии необходим полный набор из 4 инструментов. Кроме этого, мы должны помнить, что для тренировки лапароскопии в домашних условиях нам необходимо собрать лапароскопический бокс. Поскольку я врач-детский хирург, я занимаюсь как лапароскопией, так и микрохирургией, поскольку вышеперечисленные техники используются в детской хирургии. Я тренирую как лапароскопию, так и микрохирургией в домашних условиях. Поэтому, если вам интересны мои тренировки и то, как прогрессировать в этих вышеперечисленных областях хирургии, то обязательно пишите об этом в комментариях. Кроме этого, если вам интересно, как собрать дома легко, быстро и дешево лапароскопический бокс, то обязательно также пишите об этом в комментарии, и я сниму отдельное видео, посвященное этому вопросу. Покупать микрохирургические лапароскопические инструменты я также советую на Алиэкспресс. И набор из четырех лапароскопических инструментов будет стоить от 120 долларов и выше. Для тренировки микрохирургии нам также необходим набор микрохирургических инструментов, стоимость которых на Алиэкспресс начинается от 30 долларов. Друзья, я являюсь абсолютно открытым блогером и готов легко делиться своими знаниями. Просто пишите в комментариях на тему, чего вы хотите увидеть в следующем видео и подсказки, на какие темы вам нужны, и мы обязательно поговорим на вышеперечисленные темы. Друзья, если вам было интересно и познавательно, то без этого подписывайтесь на канал Медблог и ставьте лайк этому видео. Ваши вопросы задавайте в комментариях под этим видео, либо на мою личную страницу в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Уже совсем скоро мы увидимся с вами в следующем выпуске. Но самое главное, никогда не забывайте, что самое важное – это наше здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!